Как всегда, в 17.30 на Большом Радио по будням 3 в квадрате. И надо сказать, что нам сегодня с Алексеем Марьиным, который за режиссерским пультом бессменно, несказанно повезло. Великолепная красота у нас в студии в лице Оли Христининой. Большое спасибо, ты же была обо мне, да? Да-да-да, и Екатерина Гладышевская тоже тут. Не обольщайся, Оля, ты была обо мне тоже. Спасибо, Дим, добрый вечер, друзья. Но-но-но. Не ожидал я такого поворота, а то мы просто посидим у хорошей компании, а они уже сразу... Ага, а ты, а я. Ну ничего, мы здесь немножко за другим. Все-таки обсудить какие-то новости и интересности дня сегодняшнего, как всегда. И приглашаем вас присоединиться. 45-09-45, звоните, с удовольствием пообщаемся. Рассказывайте, что у вас произошло, на какие новости вы обратили внимание больше всего сегодня. Ну и пишите. Номер все тот же. 8-9-2-1-0-45-10-45. Вайбер, Ватсап, Телеграм и даже СМС. Все это доступно по этому самому номеру. Тоже не стесняйтесь. Наблюдать за нами можно на сайте bigdefisradio.ru. Там доступна видеотрансляция. Ну а также в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется Большое Радио. Тоже вступайте в Телеграме. У нас тоже есть канал. Да? Наверное, все. Все явки, пароли обозначены. Давайте начинать. Первая новость федерального значения. Я думаю, что в ближайшие три месяца все больше и больше будет на оси поступать с этого предвыборного фронта. Значит, что сегодня? Сегодня ЦИК заявил, что получил 16 заявок от кандидатов в претенденты на выборы президента. То есть это еще не кандидаты, но люди планируют. Потенциальные. Потенциальные, да. Понятно, что не все пройдут это сито. Там надо набрать много подписей, получить большую поддержку. Но, тем не менее, 16 человек. Что это за безумцы? Есть ли там Дмитрий Качалов? Я все вот жду. Одноводно мы вчера обсудили. Не Дмитрий, да. А Леониде Слуцкого мы вчера говорили. Ну, Леонид Слуцкий, да, вчера заявил. 18 декабря документы подал Владимир Путин. Тут вопросов, я думаю, не возникает. Ранее у намерений баллотироваться заявили, помимо Дмитрия Качалова, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который сейчас в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму, и муниципальный депутат Долгопрудного от Союза правых сил Борис Надеждин. Дима, не переживай, Дима Качалов. У них нет шансов. Борись. Ну, шутки шутками, но меня удивляет. Ну, куда? Ну, зачем? Куда вы? Что? Вот заняться людям нечем. Ну, понимаешь, во-первых, они прекрасно понимают, что они не станут главой государства. Конечно, да. Но они неплохо на этой волне, да, хайпанут, как ныне принято говорить. Они получат свое медийное пространство, свое какое-то рекламное. Но они же получат там капелюшечку этого медийного пространства. Зато они навсегда, зато в истории Российской Федерации они навсегда останутся потенциальными кандидатами, понимаешь? Даже не кандидатами, а потенциальными. Да, вот Ксения Анатольевна, что бы она ни делала, да, но в ее биографии есть. Ну, она кандидатом была. Она довольно яркую избирательную кампанию провела. Совершенно верно. Но здесь, собственно, даже если ты не станешь, ты получишь свой пиар. Ну да, все равно кто во что гораст, я думаю, что будет стараться как-то себя проявить, сделать что-то, чтобы люди его запомнили, так или иначе сгодится в будущем, я думаю. Сгодится. Не думаю, что эти люди уйдут потом с политической арены, будут периодически вот так вот возникать, или с инициативами с нашими любимыми какими-нибудь. Слушай, я вот тут не знаю, вспоминая предыдущие выборы президентские, ведь много было людей, которые даже уже были зарегистрированные кандидаты и просто как-то канули в лету. Вот можете вы вспомнить? Я даже с трудом вспоминаю этих персонажей. Да, это потому что мы этим не интересовались у нас. Знаете, вот мы в другом поле, а если бы мы... Так как в другом? В этом мы в новостях каждый день. И не один из... Ну, Собчак, окей, да, согласен. Ну, а кто еще? Ну, второго мы знаем, он... Владимира Вольфовича, да, уже не стало понятно, что был персонаж, но там с точки зрения политики российской это глыба. Ну, он запомнился, безусловно, конечно, не этим. Ну, Зюганов пойдет? Ну, если я не ошибаюсь, Явлинский когда-то, да, баллотировался. Да, ну, вот эти вот там буквально пятерка. А ведь на каждых выборах этих кандидатов там человек 6, 7, 8, 9, 10, где они? Не говоря уже о потенциальных кандидатах. Ну, поверьте, в любом случае это остается в их определенном резюме, и это будет... Я не знаю, на мой взгляд, это все какие-то, ну, такие... Ты бы пошел? Да нет, конечно. Почему? А Качалов бы пошел. Слушай, ну, потому что даже в казино и то больше шансов. Понимаешь? Я думаю, раз люди идут, значит, они преследуют определенно свои какие-то цели. Ну, не потому же, что им просто нечего делать, а они попробуют я себя в качестве кандидата на должность президента страны. Ну, окей, будем следить. Интересно, кого зарегистрируют и сколько будет имен в этих бюллетенях-то в итоге. Помимо уже озвученного. Да-да, кстати, вот, к слову сказать, сегодня еще и зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в кандидаты. То есть формально-то он тоже еще не кандидат. Вот, и, значит, на президентских выборах 2024 года сопредседателями избирательного штаба могут стать. Но еще не стали, потому что, опять же, дальше штаба нет. Тоже потенциальные, да. Да-да-да. Глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Ну, здесь, в принципе, такая беспроигрышная тройка. Да, трио такое убийственное. Машков, которого, в общем-то, все любят, великолепный актер, не обращая внимания на его политические взгляды. То есть актер, он крутейший, да? Да, безусловно. Что у нас, звоночек? Нет, 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 это я, Машо, он меня не видит. А что касается вот потенциальных кандидатов, тут, конечно, вот эти вот ремарки по поводу того, что находится в СИЗО, и ежи с ними, меня пугает, и то ли еще будет уюю, судя по всему. Да не, ну куда? Человек, находящийся в СИЗО, ну куда ему на выборы? Не-не-не, я имею в виду, что другие потенциальные, которые будут периодически возникать, наверняка еще, страшно представить, надеюсь, что не в СИЗО, но не исключаю никаких других пробилов в биографиях. Ну что, обсудили федеральную повестку, так сказать, обязательная программа, да, теперь уже вольная, возвращаемся в Мурманск, и очень для меня такая радостная, вселяющая некую, ну, надежду, новость, что ли, или хоть какой-то шанс. Значит, сегодня стартовала масштабная акция со скрытым надзором на дорогах Заполярья. Вначале ужасающая, на мой взгляд, статистика. 575 ДТП, в которых погибли 56 человек, еще 830 получили ранения, произошли в Мурманской области. За год. Ну, это очень. Еще даже год не закончился. Но даже год еще не закончился. Ну, мы помним эту ужасную осень, Печенский район, сразу несколько аварий, все вот на каких-то трассах. Да, где-то пьяные, где-то еще что-то, дети гибли, в общем, жуть. Вот, ну и, соответственно, госавтоинспекция с сегодняшнего дня до 29 декабря затеяла большую акцию. Мне кажется, это правильно, потому что накал на дороге тоже нарастает. Вот эта новогодняя суматоха, все куда-то мчат, все везде опаздывают. Да, успеть туда, успеть туда еще и подарки купить. Да, ну, то есть вот какое-то нервное напряжение растет. И, соответственно, мероприятие называется встречная полоса, будут в том числе и скрытно наблюдать за дорожным движением. Ну, и задача, понятно, что предотвращение ДТП и тяжести их последствий, потому что основная причина, по которой происходит ДТП, по сведениям ГИБДД, это выезд на встречную полосу. Вообще, это мой маленький водительский опыт, я на основе его делаю какие-то выводы. Мне долгое время было непонятно, почему люди так лихачат, ну и сейчас уже становясь человеком более мудрым с возрастом, я тем более этого не понимаю. Но отчасти мне стало ясно, когда я стал водить, откуда появляется вот эта вот чрезмерная уверенность. Ты сначала получаешь паровая, допустим, едешь определенной дорогой туда и обратно на работу, и потом, соответственно, домой. Трясешься, потеешь, да? Сначала, да, трясешься, потеешь, естественно, ты никого не обгоняешь, там тошнишь тихонечко сзади. А потом ты понимаешь, что вот он едет перед тобой какой-то не сильно высокой скоростью, и ты вроде куда-то не торопишься-то особо, ты нормально успеваешь, но он начинает тебя раздражать. Ты вот ездил, ты понимаешь, что здесь ездить можно быстрее, если на гашетку нажать, то как бы то, чтобы и нет. И ты начинаешь его обгонять, причем сначала, ну у меня, по крайней мере, это так было, ты обгоняешь его совершенно неправильно, нужно же по правилам сначала максимально приблизиться к транспортному средству, да, который едет впереди, потом нажать на поворотник, потом его обогнать, пристроиться впереди, ну как бы вместо большой петли делать вот эту вот маленькую, чтобы минимальное время проводить на встречке. Я, естественно, мне страшно было, я сначала по большой вот этой вот траектории, а потом привыкаешь все больше, больше, больше скорость набираешь, и это становится нормой, ты понимаешь, что ничего не происходит, ты проезжаешь быстрее. Скажи, у тебя аварии были? Были. По чьей вине? По моей, конечно. Ну вот согласись, у меня ощущение, я сам не водитель, да, по зрению, скажем так, и, ну, теоретически, может, и можно было бы право эти заполучить каким-то образом, но мне просто страшно из-за себя и, в первую очередь, за других. Так вот, у меня, по моим наблюдениям, не водительским, вот, вот, если смотреть на график, то вот эта уверенность растет, 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 потом возникает первая авария, ну, все в нее попадают. Дай бог, если она не какая-то сильная, без последствий, как правило, это так. Где-то что-то стукнуло, где-то не вписалось, где-то еще что-то, почему-то я только в женском роде говорю. Вот, и потом вот она отрезвляет, и ты понимаешь, что машина – это не компьютерная игра, что она очень хрупкая, по большому счету, на этих скоростях, что она весит много, и тут уже начинается какое-то такое осознанное вождение. Вот, по крайней мере, я вот наблюдаю такое очень многих. Да, причем у меня стресс был колоссальный, а я во дворе, я ехала на работу, и поскольку плотно же утыкана машинка, я зацепила машину. Я толком даже не поняла, что произошло, я уехала. А потом мне позвонили и сказали… А, так поэтому у тебя и маленький стаж. Катюш, мне кажется, что товарищ майор уже выехал за тобой, он уже все услышал. Мы уже побеседовали, да, мы уже познакомились. Она уже пятеру отмотала. У меня был дичайший стресс, я потом познакомилась с водителем той машинки, которую я зацепила, ну, как бы урок был доступный. Не очень, но с учетом того, что мы все-таки договорились, что я ему даю определенную сумму денег, и меня прав не лишают. Полюбовно. Хорош мужик. Вот такие признания. Ну, тем не менее, водители дорогие, просто вот пользуясь случаем. Понятно, что не хочется морализаторством заниматься и нравоучениями, но тем не менее, ну, давайте чуть уважительнее, ну, не гоните. Ну, потому что сколько, опять же, наблюдаешь по городу, вот он несется, и на следующем светофоре опять встретились. Ну, куда? Ну, в городе есть… Невозможно ездить сильно быстрее. Скользко, дети, все носятся, не смотрят по сторонам. Понятно, Новый год суматоха, но никуда вы не опоздаете. Все нормально будет. Да, что самое ужасное, вернее, не самое ужасное, много ужасных последствий может быть у таких ситуаций, но что крайне неприятно, что один-то летит, а второй просто едет зачастую. Да, прикол в том, что ты же можешь все соблюдать, а все равно. А прилетают к тебе? Я со своим опытом вождения и со своими авариями, о которых я рассказывать не буду. Чтобы не тревожить психологические травмы, да? Да, чтобы свои травмы, потому что восстановить потом целостность структуры машины, это дорого. И целостность нервной системы. Это много. Ну, дай бог не целостность костей. Дай бог не целостность костей. Я могу сказать так, друзья, даже если вы что-то соблюдаете, все соблюдаете, даже если у вас технически исправен автомобиль, никто не отменял такого понятия, как тормозной путь. Да, вы можете благополучно вжать педаль газа в пол и еще метров 30 просто на остаточной инерции пролететь. Поэтому, пожалуйста, просто-напросто, чуть-чуть медленнее. Сбросили километриков на 10 и не будете потом, как я, восстанавливать месяцами. И не потеряете вы при этом же глобально по времени. Ну, сколько вы можете выиграть вот так вот обгоняя? Да, вот у меня ощущение, что если весь город ты проедешь на максимальной скорости, ну, минут пять, учитывая светофорный режим. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, тут еще очень важный такой момент, поскольку я, когда сажусь и попадаю за руль, я смотрю вообще по сторонам, и я смотрю на других водителей. Есть момент азарта и такого ребячества, когда тебя на светофоре обязательно кто-нибудь в какой-нибудь низкой ладе начинает раззадоривать. Подгазовывать, да? Подгазовывать, да. И потом вот на этом длинном переходе скользкого. Вот есть люди, которые на это просто реагируют. То есть, знаешь, вот прям аж дым из-под колеса. Ну, а те, кто провоцирует, кто это? Это дураки провоцируют, обычно молодые, мне кажется. Всякие разные. А ведутся и возрастные в том числе. Ну, до первой аварии. И вот надо объединить. Так, ладно бы эта авария приводила только к повреждению автомобиля. Вот поэтому давайте, вот я все время на это говорю, половыми органами нужно мериться не на дороге. Хочется кого-то задирать. Ну, хотя бы в спортзале. Хочется кого-то задирать, приди в спортзал, особенно там, где есть какой-то, я не знаю, там мат, батут-то там. Если ты чувствуешь себя крутым мужиком, тебе хочется кого-то задирать. Приглашай человека на ринг, например. А когда ты на дороге в какой-то машине думаешь, сейчас я тут всем класс покажу, ну, что ты в итоге показываешь? Попадая в статистику, ну, это ж куда, ну... Ты так на меня смотришь, как будто это я тут подгазовываю. Да, вот как будто это тут под половыми органами меряется. Прости, это тоже просто психологическая травма. Извини, пожалуйста, мы их проработаем. Все, давайте. Ну, в эфире мы движемся стремительно, буквально несемся по его волнам. И дальше... Не хотел затрагивать эту большую тему, но, тем не менее, опять все ленты, да, опять все информагентства, и местные, и неместные, и всюду повышение цены. Вот сразу целый блок у нас новостей про это. Значит, сегодня статистика обнародована о том, что инфляция в Мурманской области выросла до 7,37%. Значит, в ноябре это произошло. Это выше, чем в среднем в северо-западном федеральном округе, но как будто бы ниже средней российской на, там, несколько сотых процентов. Значит, региональное отделение Центробанка сообщает, что во многом ускорение инфляции объяснялось высокой потребительской активностью, а также увеличением издержек производителей товаров. Читаю я это все и думаю, ну... Ну, давай на русский человеческий язык. Как вот повышение инфляции отразилось на нас, на среднестатистических жителях Мурманской области? А, слушай, я не знаю, тут на ком, как это отразилось, это уже другой вопрос. Кто-то, может быть, этого и не замечает. У меня же ощущение, вот я хожу в магазины, условно, там, в нашей семье, в основном я покупаю всякие продукты и прочее, и у меня ощущение, что с начала года это далеко не 7%. Это сильно больше. То есть ты заметил вот это изменение по увеличению стоимости продуктов питания? Да по увеличению стоимости всего, честно говоря, и какой-то техники, и каких-то вещей. И в этом смысле, знаешь, ну, это может показаться странным поведением, но я сейчас думаю уже, вот есть деньги, хочется что-то купить, бери сейчас. Дешевле не будет. Зато у тебя будет какая-то вещь, которой ты сможешь пользоваться. И новый диван. Ну, условно, новый диван, там, новый телефон, не знаю, что угодно. Ну, я очень часто сейчас встречаю мнение, наши слушатели делятся, что был такой вопрос, куда вы вкладываете ваши деньги, и люди, честно, писали, что они вкладывают в мебель, в бытовую технику. Улучшение своего качества жизни. Хорошо, а если говорить о продуктах, высокая потребительская активность, это как? То есть раз в неделю ты, заходя в магазин, покупал, скажу на тех же яйцах, десяток яиц, а потом ты вдруг стал покупать три десятка яиц? Вот я тоже не понимаю. Ты же их не съедаешь. Высокая потребительская активность. Это если ты живешь один. Нет, ну, слушай, у нас... Если ты раньше обходился другим количеством. Я не заметил других очередей в магазинах, другого количества продуктов в корзинках. Никто не везет по четыре чележки. Мне кажется, люди сколько ели, столько едят. Откуда вдруг повышенная потребительская активность? Это мы про причины. Да, мы сколько ели, столько едим. А у нас с теми же самыми яйцами, сколько уже можно их мусолить, мы же знаем уже, почему они закончились и сократились. То есть у нас на продукты влияли и санкции, и какие-то изменения в нашей стране. И тот же самый гриб, который там выкосил половину птиц, кур, я не знаю, кого еще. И с урожаем у нас тоже там что-то было не то. Вспомните, сколько помидоров и огурцов отзывали вообще, потому что они там чем-то там болели. С ягодами тоже какой-то клещик там всех покусал. То есть мы-то как ели, так и едим. А продукты по какой-то причине уменьшаются? Все? Нет, слушай, на самом деле, мне кажется, опять же, вот эти все новости про всякие грибы, клещи и прочее, и прочее, как раз-таки оправдание повышению цен. Все очень просто. Ситуация в мире, мы знаем, какая ситуация с международными поставками и прочее, мы знаем, какая. И, ну, логично ожидать, что когда у страны другие приоритеты, что будут просто в целом везде растить цены. Дело не в потребительской активности, на мой взгляд, как утверждает нам северо-западное отделение Центробанка, региональное отделение. И понятно, что увеличились издержки производителей товаров. Ну, почему? Ну, логично, да. Тот же бензин, там материалы, расходники, оборудование и все прочее. Все понятно, по каким причинам растет. И просто люди, знаешь, ну, думают, вот, случилось там СВО, случилось еще что-то, а в магазинах ничего не подорожало. Так экономика так не реагирует. Вот вам, пожалуйста, этот результат. То есть он не мгновенный, но вот через годик, через два он и настигает нас. Возможно, ты прав. Если среди наших слушателей есть приверженности таких же заговоров или которые знают, но в другие причины. Почему? Звоните 45-09-45. Да, звоните, с удовольствием пообщаемся. Пишите нам 8921-045-1045. Ну, а сейчас самое время прерваться на небольшую рекламу на Большом радио. Три в квадрате возвращаются, друзья. Друзья, мы всю рекламную паузу хихикали над нашей же фотографией в Телеграм-канале. Кто еще не подписан, обязательно подключайтесь. Там иногда бывает даже местами весело. Посмотрите, какие мы сегодня жизнерадостные. И предположите в комментариях, что же с нами случилось в студии. Да, потому что обычно это лицо у нас нормальное. Ну, в большей части жизни. Ну, это не точно. Это у вас. Ну и звоните в 45-09-45. Пообщаемся, обсудим ваши новости. Что у вас там по повышениям цен, замечаете или нет. Что еще растет в цене и дорожает? В связи с инфляцией. Да, школьное питание. Значит, история какая? Вот схватилась за голову мама Оля. Держись, держись. Мама Оля, я... Вот, значит, история какая? В интернете кто-то там в комментариях или где-то возбудился на этот счет, что ай-ай-ай, будет дорожать школьное питание. В городской администрации тут же отреагировали, что, мол, не так уж и дорожает. Не переживайте. И все новости вышли с такими словами, что стоимость 1 января 2024 года платного питания в школах Мурманска увеличится незначительно. На 2 рубля, на 3 рубля. Ужины, например, на 6 рублей. А у учеников с 5 по 11 класс на 13 рублей. Больше всего подорожают полдники для учеников с 5 по 11 класс на 15 рублей. Вот. Все это в пределах уровня инфляции, опять же, нам объясняют в городской администрации. Рост тарифов обусловлены необходимостью увеличения выхода молочной продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством. Ну вот эти же циферки, это же за день, правильно? Да, и за одного ребенка. А я тут посчитала. И у меня получается плюс 26 рублей в учебный день. Вот, то есть, соответственно, 20 дней это почти 500 рублей, даже больше, 520 рублей в месяц. Мама Оля попала. Я с удивлением узнал из этой новости. Ну, понятно, что все дорожает, это не сюрприз. Но я узнал, что, оказывается, ужины бывают в школе. А это, да, это в школах, в которых есть продленный день, например. Ну, обычно у нас в продленке как-то посидел и пошел уже домой ужинать. Во сколько там в школе ужинать? Ну, у нас продленка была по-моему, вот как раз, да. В часах 4, около 4 часов. В 3 в 4 мы уже точно... А это уже ужин считается в 4 часов? Да, в школе. А в полдник? Это что-то ранее. Это где-то около 11.30. А, обед в час, час 30. Подожди, ну, полдник же между обедом и ужином. Ну, там полдник, да, между... Нет, он между... После завтрака и до обеда. Это... А, точно, да-да-да. В смысле, ну, полдник всегда же после обеда. Нет, нет, до обеда. Он поэтому называется полдник до обеда. Он ближе к полудню. Алло. А, здравствуйте. Привет. Так, в следующем перерыве мы изучаем значение слова полдник, но, на мой взгляд, всю жизнь это было после обеда. У тебя дети в школе учатся? Да нет. А, ну, понятно, ладно, потом. Ну, в целом, тоже, вот, родители, будьте готовы на какие-то 2-3-5 рублей, 15 рублей подорожают обеды. Слушайте, я вообще не помню, чтобы у нас был полдник в школе. Что-то я задумалась. Слушай, да я помню, что у нас только на Большой Перемене что-то погнали в столовку, набрали пиццу, если они остались еще. Пиццу у вас была. Ой, началось, и деревья были больше, и небо голубей. Да нет, слушай, наоборот, наоборот. Сейчас, ну, смотришь, там, и полдник, и обед, и ужин, и очень же много внимания обращают на эти, на школьное питание. Там меню с северными какими-то штуками внедряли. Да, у них... Вот сейчас говорят, ну, извините, дорожают полдники. Ну, почему? Потому что молочного должно быть больше в соответствии с санитарными нормами. Сейчас, не дай бог, мне кажется, что-то там... А у нас никто не обращал внимания, там, где-то таракан пробежал. Да, вообще, да, у меня даже родители, там, не знаю, редкий раз спрашивали, что сегодня было в школе на обед. Обычно даже не спрашивали. Потому что не факт, что что-то было вообще. Да нет, было, просто другое дело, может, там тоже капризные были. Омлет вот этот, я помню, этот на завтра. С горошком. С горошком. С горошком. С горошком. С горошком. С горошком вкусный, мне он нравился, там, как корочка такая. Я до сих пор не понимаю, как вот сочетание продуктов омлет или вот эта запеканка с горошком. Это вообще прекрасно, да? Да, я люблю. Ну, я хочу сказать, ну, такое вот резюме, несмотря на то, что дорожает школьное питание, у меня вот три школьника, и, к слову, у нас есть даже такая вот семейная традиция. Они собираются, мы обсуждаем, что кому давали в школе на обед, на завтрак, и дети говорят, что это вкусно. Это вкусно. Так мне в целом было тоже вкусно. Так что в этом отношении все хорошо. Ну что ж, будем дороже платить. Ну да. Ну и еще про цены в Мурманской области. Любопытная короткая статистика. Значит, выяснилось, сколько стоит самый дешевый объект недвижимости. Это у нас отчитывалось сегодня, отчитывалось управление Росреестра по Мурманской области, и оказалось, что недостроенный объект в поселке Зверосовхоз стоит меньше, чем десяток яиц. 128 рублей. Хороший заголовок, правда? Я думаю, надо брать. Друзья, почему мы еще с вами его не выкупили и что-нибудь там не делаем? А что ты будешь там брать? Мы могли бы там проводить опен-эйры Большого Радио, например. Мы могли бы туда... Ну, то есть я могу тебе вот за рекламу на Большом Радио миллиард вообще способов придумать, как использовать это помещение. Нужно брать. Мне кажется, что после этой новости его уже давно взяли. Да, мне кажется, что это просто какой-то... Кирпич. Да, небольшого периметра какая-то коробка, я не знаю, сантиметров. В хозяйстве, Екатерина, все сгодится. Просто, просто коробка. Знаешь, на почте продают вот такие разного размера, вот средняя где-то так. И стоит, наверное. Просто да, что ты там делать-то будешь. Слушайте, ну и вот самое любопытное, самый дорогой объект недвижимости по кадастровой стоимости, это многоконтурный земельный участок в районе Териберки. Его площадь 745 миллионов квадратных метров, стоимость более 147 миллиардов рублей. Ну, потому что потенциал-то у Териберки ого-го, мы об этом еще поговорим попозже. Это где-то где ветряки, да, по дороге? Да-да-да, это как раз под Кольской ветряной электростанцией. Ну, послушайте, ничего страшного, я думаю, на это мы тоже заработаем. Надо начинать с малого и стремиться к 740, нет, сколько, 147 миллиардов. Это, в принципе, ничего такого неподъемного, я считаю. Для кого? Для нас, для всех. Ну, ты давай не обобщай, пожалуйста. Для всего населения Мурманской области, ты имеешь в виду, если скинуться? Я думала, мы просто сами скинемся. А, сами, слушай, ну я готов тысячу скинуть. Скорее вздернемся. Кать, ну давай, мы по тысяче, Алексей Марьин 500. Нет, это к тому, что... Остальное, Оля. Раздюжит, да, разговаривает, что могем. Это к тому, что, например, частное лицо, если у него есть 147 миллиардов, может выкупить этот объект? Вот, предположим, у меня есть 147 миллиардов, я могу выкупить этот объект? Да. Ну все, вопрос решен. Значит, друзья, к 18 часам мы приближаемся, и это время музыки. Сегодня инфоповодов множество. Во-первых, дружной командой «Три в квадрате» поздравляем нашего коллегу Андрея Привалихина. Андрей Валерьянович, с днем рождения. Поздравляем вас, мэтр. Во-вторых, 50 лет назад город Полярные Зори получил название «Полярные Зори», так что всех полярнозоринцев тоже... Поздравляем, чудесный городочек, да. Да, с тем, что их город так мило называется. Ну и послушаем мы сегодня Алана Парсонса, это тоже великолепный музыкант, продюсер, в общем, суперлегендарная фигура в мировой музыке, скажем так. Ну и свой проект у него «Алан Парсонс Бэнд», «Алан Парсонс Проджект» и всякие другие тоже были, поэтому сейчас что-нибудь из его творчества мы и послушаем на Большом Радио. Возвращаемся в студию, напоминаю, контакты 45-09-45, звоните и пишите нам 8921-045-1045, это все мессенджеры и смски тоже. Да, тем временем тут пришло предположение под нашей фотографией в Телеграме, почему у нас такие лица, я даже не знаю, вот какие они странные, веселые, но в целом, видимо, позитивные, потому что версия звучит следующим образом. Премия пришла, может быть, пишет Владимир. Владимир, только может быть. К сожалению, было бы очень здорово. Это неправильный ответ, мы принимаем еще ваши комментарии, у вас есть 52 минуты. Но пусть это будет посылом во вселенную. По поводу премий? Конечно. Соглашусь. Значит, по поводу цен и прочего, вот можно же и в долги залезть, да, с такими удорожаниями, подорожаниями, и хоть мы все и стараемся держаться подальше от всяких кредитов и прочего, случаются забавные казусы. Так вот, следующая новость. Приставы забрали у жителя Перми 236 игрушечных роботов за долги по кредитам. Значит, мужчиной, оказывается, был музей игрушечных роботов, вот, но он кредитным организациями, коммунальщикам задолжал около двух миллионов рублей. Приставы его предупреждали о том, что надо расплатиться по долгам, он не послушался. И вот пришли к нему и изъяли такую крутую коллекцию роботов. Оценили ее, правда, не сильно дорого, в 155 тысяч рублей. Тем не менее. Вот, ну и вернуть мужиках может только, если расплатиться по всем долгам. Забавно, ты говоришь, а представляешь, как он расстроился, собирал, собирал. Да, я понимаю, но мне просто кажется, что в рядах приставов тоже работают люди, которые в душе дети. Которые тоже собирают робота. Ты представляешь, как у них сейчас там в управлении весело мужики скачут, гоняют в этих роботов, 255 коллекционных роботов. На самом деле, это хороший лайфхак, если вы не можете расплатиться по кредиту. Друзья, расплачивайтесь детскими игрушками. У кого есть дети, знают, что игрушек в доме много. Ну и, в общем-то, так сказать. Ну, просто игрушки, они будут и оценены соответствующим образом, я думаю. Ничего страшного, зато у тебя столько места сразу освободится вообще. Боюсь, не проканает, не заберут. Оля, во всем позитив ищет. Ну, так а что ж, ну, я же, вы же знаете, вот, вы серьезные, а я вот... Мы серьезные. Мебель вынесу, все вынесу, да, зато какой простор. Да, сколько свободного места. Дышится сразу легче. Ну что, мужчине из Перми желаем все-таки вернуть коллекцию. Мне теперь прям интересно, я в таком музее побывал, игрушечных роботов. Мне тоже интересно. Мальчик Дима, 40 годиков. Почти 40, да, но любой мужик, я тебя уверяю, ну, невозможно же мимо пройти. Ну что, почему ты сразу вот гендерно так делишь? А можно в Перми сгонять, кстати? Ну давай. Я не была никогда. Ну, давай пока. Мы пока следующие новости почитаем, а ты давай билеты бери. Я вам фоточки роботов пришлю потом. Ну, Пермь, Пермь, у нас есть удивительное по своей новизне и оригинальности исследование. Огромную целую новость коллеги написали. Я чувствую сарказм в твоем голосе. А он имеется, я тебе скажу. А он почти всегда сарказмом говорит. Я по этой женщине не удивлена. А я тебе расскажу почему. Я думаю, что после того, как я тебе расскажу, у тебя тоже он появится. Кино, еда, киты и сияние. Исследователи выяснили причины туристического бума в Териберке. Да ну! Вот и я про то же, да ну! Значит, прикол в том, что некая оно, креативная экономика, провело огромные исследования туристического потенциала арктического региона. Более 20 глубинных интервью в мурманские Териберке среди местных жителей, представителей турбизнеса, а также приезжих предпринимателей, нелегально оказывающих туристические услуги. Что выяснилось? Одним из первых и основополагающих драйверов роста туристического потока стал фильм «Левиафан». Да неужели? Вот, Териберка стала одним из главных киномест в России. А постепенный рост популярности привел к развитию туристической инфраструктуры. Тут вопросики сразу, да? Насколько она там развита все-таки? Появление отелей, маршрутов и мест для приема пищи. Еще одним магнитом является северное сияние. Гастрономические фестивали тоже стали одним из важнейших факторов привлечения туристов. Гости желают попробовать морского ежа, морской гребешок, оленину и ягель. Следователи отмечают, что Териберка перенасыщена гостями практически на протяжении всего года. У меня только один вопрос. Вот такое удивительнейшее исследование. Давай, ты свой вопрос первый задавай. Хорошо, что о ножке с русским языком? Ты имеешь в виду что? Я имею в виду креативную экономику. Ну, тут, может быть, и журналисты, мы на это не обратим внимания, а бог бы с ним. У меня другой вопрос. Давай. Это же целое исследование. Двадцать, более двадцати глубинных интервью. А глубинное интервью, это не то, что опрос по телефону. Это не просто интервью. Это часа два-три. Это глубинное интервью. Это нужно было забуриться в самую сеть. Ну, ты понимаешь, что если это условно месяц, а то и не один работы специалиста. Вот мы с тобой мыслим в одном направлении. Это несколько недель работы специалиста. Или ОВД. Да давай уже доводи. Ну, то есть, столько времени было потрачено, столько мозгов было задействовано, наверняка еще и финансовых вложений тоже, чтобы, так сказать, представить то, что мы и так все знаем. Ну, теперь это подтверждено исследованием. Конечно. Меня что здесь натолкнуло на мысль в этой новости, на самом деле, понятно, что это все весело и забавно, как тратятся некоторые грантовые, судя по всему, деньги. Меня вот удивил, точнее не удивило, а вот натолкнуло это на мысль о том, что Териберка перенасыщена гостями. И в одном из телеграм-каналов мурманских тоже была такая любопытная дискуссия. Нужен ли нам массовый туризм? Или, может быть, стоит заточить турбизнес области под VIP дорогой туризмы, тем самым ограничить поток, не будут вытаптывать там природные территории, но деньги будут не меньше, потому что это дорогие денежные туристы. Ты имеешь в виду инфраструктуру как-то развивать или что? Ну, я имею в виду в целом, то есть, какой туризм нужен Мурманской области? Вот этот массовый, когда у нас... Страдает природа. Набегами, да. Да, набегами, нашествиями. Как угодно, там, на попутках, на самых дешевых поездах, там, китайцы, которые, ну, я не знаю, оставляют ли вообще деньги в экономике. По-моему, они только дошираки покупают у нас в магазинах, да. Или стоит вот переориентироваться и действительно сделать это все VIP, сделать все это дорогим, красивым и так далее. Ну, вот вопрос. Я просто не экономист. Я думаю, что это требует достаточно серьезного планирования и исследования. Так вот уже исследования начались. Как ценить, нет, я серьезно, как ценить вот эти вот возможные поступления при массовом туризме, который есть сейчас, или там заточить, не знаю, вот дорогу на Териберку, полностью ее отремонтировать. Я имею в виду сделать вот эти вот ограждения, чтобы не было переметов, чтобы не нужно было закрывать дорогу, пустить туда специализированный транспорт за определенную сумму денег, достаточно серьезную. Что-то там еще построить. Ну, это я условно-то говорю. Просто вот понять бы, как это отразится в финансовом эквиваленте для нашего региона, я вот просто представить не могу, поэтому мне сложно судить. Ну, давайте будем объективны. Во-первых, споры на этот счет идут и идут достаточно длительный период времени. И давайте скажем честно, после выхода фильма «Левиафан» мы не были готовы к тому, что Териберка станет местом такого массового паломничества. Конечно, не были. Я вообще толком ничего не знала этого про Териберку. Мы подстраиваемся по ходу, то есть параллос уже мчит куда-то, мы тут прокладываем рельсы. Причем он несколько лет уже мчит, да, судя по тому, сколько фильмов уже сняли в Териберке и продолжают снимать, и там уже все расписано даже до... Ну и вообще на какой волне сейчас Териберка, да? А мы как-то вот бежим на костылях, догоняем, собственно, поэтому... А то ли сейчас особо актуально. Да, скаламбурило. Но именно так и происходит, поэтому я думаю, что сейчас еще немного времени, еще немного удивительных исследований по своей новизне, и тогда, конечно, уже будут какие-то определенные выводы. Но, друзья журналисты, готовимся к новым исследованиям. А у меня еще такой вопрос, ребят, гости хотят попробовать, да, морского ежа, морской гребешок. Его можно попробовать только в Териберке? Кого? Морского ежа, больше нигде нет. Нет, ну имеется в виду, что... Это был сарказм. Нет, это понятно, да, потому что сегодня я подписана на телеграм-канал Териберка. Тебе написали морские ежи? Нет, и там как раз ребята... Ну, там, вы знаете прекрасно, там находятся и гиды, и туристы из разных городов, и местные, кто приезжал. И там как раз выкладывали фотографии из питерского ресторанчика, где они пробовали как раз морских ежей и писали о том, что, собственно, ничем не уступает Териберским. Но я хотела другой вопрос задать. Как о ценой Териберке? Ягель пробовали? Да, я пробовал чипсы из Ягеля. Это вкусно? Это безвкусно, я бы так сказал. А ты пробовал их где? В Мурманске они продаются. За 400 рублей пачку? В сувенирных магазинах. Нет, я просто имела честь пробовать чипсы из Ягеля в аэропорту города Героя Мурманска, когда я дожидалась своего отложенного рейса в очередной раз. И я хочу сказать, что на меня произвело громадное впечатление. Никогда просто такой безвкусной губки за такое количество денег я не ела. Я почему задала этот вопрос? Я сторонник того, что надо все попробовать. Ну, как сувенир. Ну, представляешь, кому-то, кто живет на юге, кто вообще тундры не видел, не представляет, как этот мох лишайник растет, привозишь чипсы из Ягеля. Ну, сувенир, сувенир. Так можно в рамочке под стеклом привезти. Вот, смотрите, это Ягель. Ну, а так можно и попробовать. Гастросувениры всегда популярны. Почему нет? Ну, такое себе попробовать. Вот, между тем, с 1 января следующего года, как раз уже совсем скоро, изменится размер платы за посещение особо охраняемых природных территорий, в том числе и парка Тириберка, да, природного. И связано это с тем, что растет мрот, минимальный прожиточный минимум, да, размер оплаты труда. Так вот, за посещение ОПТ для россиян, не относящихся к льготным категориям, проход составит 380 рублей в природном парке Тириберка, 320 рублей в природном парке полуострова Рыбачий и Средний. Иностранцам, по традиции, в два раза дороже. Ну, тут пританцовывает мой внутренний злобный Буратино, то, что, ага, не только вот вам в Петергоф цены для гостей заламывать. У нас вот тоже вот, вот так вот вам. Ну что, я понимаю, что это нехорошо, но как-то это... Как-то не по-христиански прозвучало сейчас. А цены в Петергоф это по-христиански вообще для гостей? Совсем нет. Сказала Катерина, которая летит, по-моему, в Питер на Новый год. Я не пойду туда на Новый год. В Петергоф? Ну там, да, зимой-то особо делать нечего. Вообще делать нечего. Нет, ну, не знаю. Ну, подорожает, подорожает. Я думаю, никого не остановят эти там лишние 100 рублей или насколько там подорожал этот проход в природные парки. Да нет, конечно, кто для этого приезжает специально, тот и будет для этого приезжать. Да, учитывая, что, ну, 380 рублей, что это там? Две чашки кофе на улице, да? Ну, кого это остановит? Даже те самые чипсы из Ягеля на эти деньги не купить. Это да. Чипсину из Ягеля разве что. Одну одинокую. Да. Ну, что еще можно купить и за какие деньги, узнаем прямо сейчас из рекламы на Большом радио. Возвращаемся в эфир и с не самой радостной новостью для любителей спорта и здорового образа жизни. А что ты на меня так посмотрел при всем при этом? Я ни на кого не посмотрел, честно говоря. Ну, я просто к себе эту новость мало могу отнести, потому что я не любитель спортзалов. Вот, но тем не менее, значит, интерес к занятиям спортом растет. И, соответственно, спортклубы заявляют, что и цены могут вырасти на 7-12%. Увеличивается оборот при этом в отрасли. И, оказывается, оценивают эту отрасль примерно в 250 миллиардов рублей. Слушайте, там и так такие конские ценники. Абонемент, ну, я бросила залы где-то, наверное, года два назад. Там было 40 с чем-то тысяч рублей за абонемент. Какой-то такой зал ходила, такой пафосный. Да я, он не пафосный. Это один из наших фитнес-клубов сетевых. Причем не первой свежести. Не знаю. Ну, понятно, что Утрель спросила во время ковида и очень много потеряла. И люди тоже потеряли, потому что ты приходишь в спортзал не только для того, чтобы привести себя в порядок, но и чтобы голову разгрузить, и чтобы время провести. Это да. Вот, и чтобы там от работы сбежать. Поэтому, конечно, сейчас эта индустрия должна набирать обороты. И, честно говоря, вот я тоже жду. Ну, ты так с надеждой как будто бы сказала. Повышение цен? Нет, я жду, когда все это в полной мере заработает, когда гипс снимут. И тоже пойду с ковзалом. Слушай, ну а нет ощущения, действительно, что, ну, какие-то уже совсем цены-то... Есть такое ощущение, но, опять-таки, нужно смотреть, что вы выбираете. Всегда есть альтернатива, и в Мурманске она тоже есть. Ты всегда можешь выбрать... Гантели и дома. Ну, кстати, почему... Ну, погоди, а ковидные времена, пожалуйста, что сделали многие фитнес-клубы тогда любезно? Они открыли онлайн-тренировки вот эти вот бесплатные. Они остались до сих пор? Ну, вот то, что было тогда в свободном доступе, они остались, но сейчас я не замечала. Сейчас все-таки все вышли на работу. Онлайн-тренировки хороши тогда, когда у вас все хорошо с техникой. Когда вы знаете, что делать, как делать, да? Когда ты, например, новичок, грубо говоря, или там полгода во всем этом. Ты еще не знаешь полную физиологию всех, например, упражнений. Нет, конечно, тебя тогда онлайн не сильно спасет. Слушай, оно еще и тренер нужен, а тренер еще дороже получается. Соответственно, да. Либо же ты можешь выбрать, например, групповую программу, да, когда ты приходишь, например, на какое-то вот занятие групповое. Прыгаешь на мячах там каких-то? Ну, условно. Ну, условно, да, прыгаешь на мячах. Вот такие прыгалки на мячах, они будут стоить дешевле, чем нежели ты с тренером непосредственно занимаешься. Ты вдвоем будешь прыгать. Слушай, я пока не открыла для себя персональные тренировки, мне казалось, что зачем это надо. Ну, а открыв их для себя, я сейчас не готова возвращаться в группу. Почему? Что за социофобия, социопатия? Слушай, ты знаешь, дело даже не в этом, а дело в том, что когда ты отрабатываешь технику, и тренер, внимание, все тренерское уделено только тебе, то он и крутится возле тебя. Что ты делаешь, неправильно отмечает, больше усилий сосредотачивает на том, чтобы отточить какие-то вот навыки, которые нужны именно тебе. Потому что когда он работает с группой, ну, невозможно следить абсолютно за всеми. Понятно, что индивидуалка, это будет история дороже. Я не хожу в фитнес-клубы, но на те занятия, куда я хожу, там требуется аренда зала, и я думаю, что если вырастет ценник, ну, во всей вот этой вот индустрии, то, соответственно, вырастет ценник и на аренду зала. Но ты все равно, ты будешь ходить, даже если твой абонемент подорожает? Ну, например, на тысячу. Я буду, потому что мне это нравится, и хочу продолжать этим заниматься. Ну, вот, собственно, и все ответы на все вопросы. Да, цены дорожают, абонементы стоят дороже, но люди все равно будут туда ходить. Потому что в кайф тебе, правда ведь? Да. Все. Ну, Дмитрий, что, о чем тут говорить? Ну, пусть зарабатывают деньги, каждый как может это делать. Да, я всегда говорю, что есть такая история, которая называется «Цена за комфорт». Вот, например, в салон красоты, несмотря на мой средний заработок, куда я хожу, там, в принципе, как бы ценник-то не кислый. Но ты туда приходишь, тебе... Ольга какая-нибудь. Какая-нибудь, да. Ты приходишь, тебе девчонки, все уже знакомые, тебя хорошо знают, здравствуйте, улыбаются. Чаек, кофеек, конфетку, там подарочек какой-то, как постоянному клиенту, еще что-нибудь. А перед Новым годом там даже бокалы Гристова наливают. Там на все праздники наливают, да. Вот так так? 8 марта, вообще прекрасно. И я понимаю, что если я пойду в какой-нибудь там, я не знаю, в торговом центре или в деловом центре арендованную небольшую комнатку помещения... Парик Махерская Галина. Тетя Оля, да, или Галина, там будет совершенно другая история, но там я буду чувствовать себя значительно менее комфортно, скорее всего. Хотя, может быть, там Галина еще гигей. У нас звоночек. Алло. Добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте, Роман, рад вас слышать. Значит, по поводу степени на повышение цен в фитнес-центрах, в спортзалах и прочих. Вы знаете, я сам по натуре натурал и всегда относился к тому, что во всем нужно быть натуралом. Так. Поясните. Поясняю. Помните, Владимир Владимирович Маяковский сказал, любить это значит сглубь двора, сбежать и до ночи ранней. Чего делать? Махать топором. То есть, те же нагрузки и прочее можно получать на природе около дома. Вот возьмите, даже вот наши дамы. После работы идут в магазин, набивают два, вообще, тяжеленность и пешочком идут домой. Зачем железо тягать, когда у них вместо это. И так вот, в таких вот мелочах, ради бога. Поэтому не надо следовать, надо просто креативно строить свою спортивную жизнь. Примерно вот так. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Я уверен, что дамы же, они же с этими пакетами радостные такие приходят. Вот позанимались физнагрузочка, да, с улыбочкой. Заходят домой с этими пакетами. Еще и убираются, еще и поготовят, да. И пот по спине течет. Так здорово, я так разогрелась. По вот этому гололеду. Ну, а знаете, это из разряда уборка снега, широкий хват лопатой, да. Все взяли лопату и пошли там у себя что-то убирают. Ну, а вообще, если серьезно, то все, конечно, зависит от цели, которые человек перед собой ставит. Это раз. Если просто заниматься с минимальным ущербом для бюджета физическими нагрузками, то, конечно, почему бы и нет, собственно, можно и топором. Если все-таки речь идет, то, не знаю, о каком-то комфорте, о котором я говорила. Либо не просто приобрести хорошую физическую форму, а там, не знаю, с какими-то акцентами связаны, с особенностями здоровья. Слушай, да при чем тут акценты? Ну, можно замахаться топором, сорвать спину. Потому что, ну, это не спортивно ни разу. Понятно, что это нагрузка, но даже я, человек далекий от спорта, понимаю, что, ну, это не полноценно, не покрывает там все, что нужно делать, да, условно. Это понятно. Я к тому, что там не топором, да, но вставать в планку, это... Простите. Опять же, работая в офисе и живя в многоэтажке, где ты топором-то помашешь. Ну, у тебя есть возможность... Что-то к топору-то к этому прицепилось. Нет, видимо, речь шла о вообще каких-то бытовых условиях, бытовых моментах, которые... Да, я имею в виду, там, уличные турники, там, те же самые площадки и прочее. Да, кстати, во время оборки квартиры ты тоже тратишь свои калории, да? Да, безусловно, понятно. Ну, что, вы тоже, да, за это, ну, ходите тогда с пакетами из магазина. Я, наоборот, говорю о том, что все зависит от цели, которые ставит перед собой человек. Зачем ему это нужно? Ну, кого-то и пробежки устраивать спокойно на свежем воздухе. И все, и достаточно людям... Ну, и в минус 20 люди бегают. И нормально им. Ну, хорошо. Кому-то. Ладно, я в ваши спортивные дела лезть не буду. Вас устраивает. Звязь, да. Нет, ну, а чего? Мне кажется, ну, понятно, что наш слушатель Роман, да, по-моему, с юморком и так далее. Но если вас, да, мы устраивают ходить с пакетами и считать это спортом, то окей. Я говорю вообще про другое, смотри, он не все свое. Я вообще вас пытаюсь защитить тут уже 5 минут, а вы такие, да нет, Дима, все. Нет, 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 Дима, ты просто не слышишь, потому что Катя говорит, что это, конечно, не считается спортом. Это как бы можно. Каждому свое просто. Вот вымотаться, сходить, я не знаю, сходить в магазин, сбегать в ателье там за одеждой детеныша, что-то там еще куда-то и еще куда-то, и все пешком. И если тебе нужно куда-то проехаться, не пользуйся транспортом, беги. Ты, конечно, похудеешь, но при всем при этом ты будешь какой-то загнанной лошадью. А когда ты приходишь в спортзал, ты вроде как бы и тело прокачиваешь, у тебя голова отдыхает, ты получаешь первичные гормоны счастья, которые вырабатываются у нас во время тренировок хороших, грамотных. Поэтому это совершенно две разные вещи. Спасибо, что ты нас защищаешь. Спасибо, Оль. Спасибо, Дима. Хотите теперь в магазин вместо спортзала, денег больше останется. Вот теперь, когда мы попросим Диму кофе захватить, кофе в магазин, Дима скажет, а вот нет, Гладышевская, Кристина, у вас тренировка, оп, до магазина, и все. А так будет. Ладно, что-то мы разнервничались, а между тем Мурманская область вошла в число самых уравновешенных регионов. Димочка, это только потому, что ты у нас в Мурманской области живешь. Без тебя никак. Такой спокойный такой. Ты и Марьин. Просто сарказмометр сейчас сломался. Вот вы у нас самые спокойные радиоведущие. Ну, мы стараемся. Нет, Петр Булочев у нас тоже спокойный. У нас только Димка качалов вечно со своими вот этими. Итак, возвращаемся к уравновешенности. Давайте внутреннюю кухню, да, вернемся к новостям. Значит, эксперты составили Национальный индекс тревожностей россиян. И это не опечатка тревожностей именно. Значит, делили регионы на три группы. Значит, в зависимости от восприимчивости к проблемам, присутствовавшим в повестке 2023 года. То есть анализировали публикации в СМИ, реакцию в соцсетях, вот эту интернет-активность. Значит, средний суммарный индекс тревожности в 2023 году, выясняется, снизился почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Объясняется это привыканием общества к новым условиям и рутинизацией темы СВО. То есть тема СВО становится уже как будто рутиной. Если раньше эти новости всех шокировали, заставляли волноваться, нервничать, то, видимо, психика людей такая, что мы адаптируемся. Мы привыкаем ко всему, конечно. Ну, как бы это цинично ни звучало, где-то, да, идут боевые действия, но это становится действительно уже частью жизни. И если действительно, ну как, если постоянно на эту тему загоняться, представлять себе это в красках и подробностях, ну сколько ты протянешь? Через неделю с ума сойдешь. Да организм-то тоже не дурак. Он в какой-то момент все-таки запускает какие-то защитные механизмы, чтобы максимально продлить собственный ресурс. Ну, как бы, так есть. Собственно, вот сейчас мои коллеги вкратце и пересказали вам основную суть четырех томов Толстого «Война и мир», который писал об этом еще тогда. Да, ну вот, значит, регионы поделили на уравновешенные, на невозмутимые и тревожные. То есть мы в числе уравновешенных, то есть в серединке. И среди уравновешенных мы заняли десятое место. Мы, я имею в виду, Мурманская область. Значит, самые тревожные — это Москва, ну неудивительно, Белгородская область и Севастополь. Потому что это юг, понятно почему, да, и так далее. Самые невозмутимые, то есть на спокойствии, вообще на релаксе, на чиле, на расслабоне. Мы были в Дагестане, и у них говорят на Рахате. На Рахате? Да. Значит, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Карачаево-Черкесская республика. Там народ самый невозмутимый. Вот, ну, Мурманс где-то в серединке. Ну, не знаю, у меня пустырник со стола вообще не пропадает практически. Так что... Ты закупайся заранее, потому что, как говорили, сейчас будет исчезать кроволом. Там вот это вот всё, так что ты заранее сделай себе партию. То есть я либо худшая среди лучших, или, не знаю, или я исключение. Или есть более тревожные товарищи. Да нет, нормально. Слушайте, серединка, всё хорошо. Мы будем стремиться к тому, чтобы попасть всё-таки вот туда, к невозмутимым. Всё у нас будет хорошо, не волнуйтесь. Вот, ну и... Я всё так, что я уже начала волноваться за пустырником потянула. Всё, хорошо. Ну и вот ещё любопытно, что волновало людей, да, на психическое самочувствие именно северян влияли депрессии, природные катаклизмы, нападение бородячих собак и отравление кишечными инфекциями и алкоголем. А также законодательная инициатива в отношении абортов, да. Ну, мне кажется, просто так совпало, вот эти новости были, активные обсуждения. Тематики вот абортов, да. Видимо, тогда же и исследования проводили, поэтому... Возможно, да. Ну, вот такие заботы, не знаю, что тут сказать. В серединке хорошо, что мы не самые там взволнованные. Мы не самые взволнованные. Более того, вот я читаю следующую новость. Помимо всего того, что мы вот в серединочке такие вот уже успокаившечки, Мурманская область ещё оказалась в середине наименее пьющих регионов России. Ну, посмотрите, какие мы молодцы, друзья. Крепкие середнички. Тут тоже вопрос к журналистам, потому что заголовок звучит. Мурманская область оказалась среди наименее пьющих регионов России. А выясняется, что мы на 30-м месте. Вспоминая, что у нас 90 регионов, то это, ну, не в числе прям наименее. Это ближе к серединке всё-таки. Но тем не менее, значит, больше всего к алкоголю присрастны в Бурятии, на Чукотке и в Курганской области. А в лидерах по здоровому образу жизни – Чеченская республика, Дагестан и Ингушетия. Сейчас меня опять будет бомбить. Я не буду это комментировать, потому что если я это прокомментирую, то через 22 минуты нас будут ждать у выхода. Так а что тебя смущает? Кто, дагестанца? Ну, просто в этих регионах религиозно не пьют. Ну, по религиозным причинам. Я... Скажем так. Да говори уже, чего уж. Понимаете, есть такой момент, как внутренняя эмиграция. Понимаете, это то же самое, что я говорю. Если я, например, сижу у себя дома, и я не делаю дома того, что нельзя, да, по каким-то канонам. Но потом я прихожу в гости к тебе, и у тебя я это делаю. Так я в итоге что? Вот внутренняя эмиграция, она такая же. У себя кто-то что-то не делает. Но приезжая в какой-то другой регион... Ну, слушай, я думаю, что если люди по религиозным соображениям у себя не пьют, так они и в другом регионе не пьют. Не, вот... Да, я соглашусь. Видимо, Оля, какие-то личные примеры. Нет, да, потому что у нас будет реклама. Что ты хотела сказать? Да ладно уж. Давайте к следующей новости. Да, да какой следующей новости? Мы как раз уходим на рекламу, и ты нам все и расскажешь. Ну что, в эти декабрьские деньки ни один выпуск «Трехквадрате» не обходится без новогодней темы. Куда уж, конечно. Да, потому что, ну, журналисты, понятно, тоже готовятся к Новому году, проводят всевозможные опросы, исследования и прочее. Очередные циферки. Более 70% россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой. Вот такой вот заголовок сразу, да, то есть неужели Новый год не наступит без какого-то салата странного, на мой взгляд, из соленой рыбы, свеклы и майонеза. Ну, честное слово. Друзья, позвоните, скажите нам, ну, настолько вам важна эта селедка под шубой? 45-09-45 наш номер. Я не понимаю. Во-первых, ну, ладно, окей, это все вкусовщина, кому-то он нравится. Ну, прям обязательно. Прям в чем его прикол? Ну, я не знаю. Ну, это же стандартная такая закуска, понимаешь? Там есть соленая рыба, чтобы она подошла под тяжелые, люксовые алкогольные напитки. Там есть какая-то овощная прослойка. Шотландский выдержанный виски и селедка, блин, соленая. Ну, так обычно и происходит, друзья. Что еще уже? Для меня вообще очень странно привязка вот к этим каким-то традициям. Новый год не наступит, если это точно так же, как рабочий день будет плохим. Они не видят смысла нового года без селедки. Я не вижу смысла уйти на работу завтра, если на завтрак у меня не будет к чаю, там, я не знаю, бутерброд с красной икрой. Да нет, ты утрируешь. Причем здесь это, это же раз в году, понимаете? И что? И мы все с вами живем канонами, которые были... Вот не мы с вами, не все, не обобщай мне, поэтому это не очень понятно. Большинство. Нет, ну есть этот все равно, да, конечно, есть этот культурный код. Спасибо, моя мысль была хороша. Ну, об этом же ты говоришь, что есть какие-то традиции все равно. Конечно, мы же все родом из детства. Все росли в одной стране, да. Все чистили. Ну, на мой взгляд, тогда уж оливье. И вот, кстати, 91% опрошенных заявляют, что выступают категорически против тертого яблока в оливье. Я когда это прочитала, мне кажется, мы все дальше, дальше от Бога. Какое тертое яблоко может быть в оливье? Не скажу про тертое, но яблоко в оливье зеленое мне вкусно. Серьезно. Похрустывай так. Ну, я не знаю, у меня теперь нет подруги. Вроде 20 лет знакома, а теперь я даже не знаю. Выключайте микрофон, Екатерина Гладушевна. Давайте к новости уже, к исследованию. Ну, вот смотри, вот тебе цифра. Следующую хочешь? Давай. Почти четверть, 24% заявили, что не будут пить спиртное под бой курантов. А 64% рассказали, что будут готовить более трех салатов. Ну, оливье, селедка под шубой, что там? Крабовый, должен быть в крабовый обязательно, рис, крабовые палочки, кукуруза. Это вот тоже классно. А винегрет себе нет? О, винегрет, точно. Четыре уже насчитали, видишь? Слушай, винегрет, если селедки покрошить, вот тебе селедка под шубой, я же правильно понимаю. А, ну, в принципе, да, то есть можно просто селедку не добавлять, и будет уже еще один салатик. Ну, вот оказывается, да, четверть людей не будут пить. Ну, в принципе, оно и понятно, потому что работают же многие, все равно там условные электростанции не останавливаются, самолеты летают. Нет, ну, это ты говоришь про службы, которые будут на работе, но они же и отмечать не будут, если эти люди на работе и в нарядах. Ну, вот, да, они не будут пить под бой курантов. Я искренне надеялась, что это как раз-таки те 24%, которые выбирают более здоровый образ жизни. Давай так надеяться. Ну, давай. Ну, хорошо. Мы же вот в наиболее-менее пьющих регионах. Наиболее-менее. И нички, как мы, да, определились. Вот, что еще любопытно. Выяснилось, что растет спрос на поваров, которые готовят тебе еду к празднику. Да, на 47% вырос этот спрос за последние две недели. Ну, и, конечно, растет спрос на Дедов Морозов и Снегурочек. На 127% тоже вырос этот спрос. Но если Дед Мороз и Снегурочка понятно, то повара. Очень тоже понятная история, потому что мы все вступаем в такое время, когда комфорт нам важен. Вот Катя только что говорила о комфорт в отношении спортзала. И ты вступаешь в какую-то такую стадию, когда тебе хочется комфортного, домашнего, красивого праздника. Поэтому тебе... Ну, я согласен, да. Вот это вот убийство 31 декабря и 30-го еще заранее. Кто там холодец вот этот, как вспомню, там стоит неделю варится. В десяти формочках. Нет, он вкусный, конечно, мамин холодец. Но вот это, да, история. С другой стороны, если есть деньги, то почему бы и нет? Это, конечно, да. Люди к этому приходят сейчас. Вот взгляните хотя бы на те же самые клининговые компании, которых сейчас полно. То есть если раньше, да, еще сколько там, не знаю, ну там пару десятков лет назад, в каждом окне, даже не в каждом втором, а практически в каждом, да, с наступлением теплого периода времени, мы видим девушку с тряпочкой, бабушку с ведром, там еще кого-нибудь. Перед Новым Годом вспомни эти тусовки мужиков, которые ковры выбивают на снегу. Вот, вот. Как классно было. То сейчас очень многие готовы заплатить определенную сумму денег только для того, чтобы освободить собственное время, собственный ресурс и потратить его на что-то более важное для себя, для семьи, не знаю. Так, я тебе больше скажу, популярная услуга становится нарядить елку и украсить дом. То есть специальные человечки приходят, да. В среднем услуга стоит 1308 рублей. Слушайте, я вам хочу сказать, что по поводу украсить, нарядить елку, вот. Мне кажется, это настолько интимный процесс. Да, если не понравится. Душевный, семейный, да. Но дело-то вот в чем. Тут есть очень важный вопрос. Что вешать на елку сначала? То есть вот ты собрал елку или ты поставил елку. И вот сначала гирлянда, а потом игрушки. Яйцо или курицу, курица или яйцо. Да, либо сначала игрушки, потом гирлянды. Сначала игрушки, потом гирлянда. Вот, видишь, а половина моих друзей скажет, что с ума сошла, надо наоборот. И я столкнулась с тем, что за последние три дня у меня прям такой вот дайджестный опрос. А есть ли разница-то? Конечно, визуально есть разница. У тебя огонечки внутри или снаружи. Ну да. Понимаешь? Как бы из-под веток, либо наоборот, как это вот финалочка такая нарядная. Мне кажется, зависит от игрушек и гирлянд. И гирлянду, вы имеете в виду электрическую, которая светится, не вот эту блестящую мишуру. Ну, это гирлянда. Блестящая мишура, это блестящая мишура. Эти дождики. Это совершенно другая история. И вот я тебе хочу... Ты понял, Зима. Ну, вы поняли, кто у нас дома украшает ёлку? Что-то явно не я. Я тебе хочу сказать, что оказалось, что вот в таких канонических семьях, где всей семьёй ставят ёлку, украшают игрушки, это очень важный вопрос. Ну, я бы вешал вначале огонечки, гирлянду, потому что она одна, и её невозможно сильно двигать. А уже потом игрушки-то можно как угодно. Сейчас у тебя будет мимо вторая подруга Димы и Оля. Нет, провели совместный эфир. История одного эфира, да? У меня пока просто стоит ёлка, я не определилась, и поэтому на всякий случай ещё ничего не сделала. Как в том анекдоте, да? Что ж, мне разорваться, что ли, к умным или к красивым? Полностью согласна. Вот. А что загадывать будете на Новый год? Уже думали? Я, да-да-да, я знаю. У меня всё сбылось, то, что я загадала в прошлом году, поэтому в этот раз я буду загадывать разумно, с умом, потому что это же тоже обязательно. Участок под Териберкой? 147 миллиардов. Потому что опять сбудется, и, знаете, загадывать желания нужно. Они же, вот, будете своих желаний, они могут сказать. Слушай, ну вот мне удивительно, что люди, участвуя в вопросе, рассказывают. Мне кажется, что тоже, ну как-то не принято же, да? Ты загадал, это твоё, иначе не сбудется. А вот россияне рассказали, треть в качестве новогоднего желания загадают повышение заработной платы или продвижение в должности, ну, то есть карьерные дела. Ещё 31% улучшение материального положения, например, переезд, покупка квартиры, дома или машины. 21% загадает пополнение в семействе. 11% всего лишь процентов выйти замуж или жениться. А ещё 3% россиян заявили, что у них всё хорошо, и загадают они, чтобы не стало хуже. И вот таким вот образом, буквально в одном вопросе, мы узнали, о чём мечтает, в принципе, человечество. А я сейчас поймала себя на мысли, что я как-то давно желания не загадываю. Вот это сжечь в шампанском, там вот это. А вы знаете, Екатерина? Нет, раньше я это делала, да, я давилась этими бумажками, потому что салфеток не было. Там была вот такая вот плотная бумага формата, но не А4, я отрывала кусочек, писала, потом пыталась всё это сжечь. Оно, естественно, не успевало, а нужно было успеть, пока бьют куранты. И у меня где-то в горле бумажка, да ну нафиг, ну правда. И ты потом как код пыталась, да, это всё было обратно? Нет, я это запивала, естественно, мне же нужно было, чтобы это провалилось. Кошмар, так что я не вижу смысла. Вообще утрачивается отношение, ну у меня... Кать, это просто взросление. А, да, то есть это всё нормально? Ну, я не знаю, я вот тоже понимаю, что уже совсем не тот настрой какой-то, ну не ждёшь уже чуда прям. Но мне кажется, главное, всё-таки этот праздник надо на детей ориентировать. Главное, чтобы у них было ощущение праздника. Я думаю, скажешь, надо пережить. Какого-то чуда. Ой, господи, какие вы скучные взрослые, я вообще этого не понимаю. Послушайте, ну такая волшебная ночь, когда ты можешь, ну... Куча пьяных людей на свободных, серьёзных, простите, щахни спать. Я и так могу. Я тоже могу. Каждую субботу. И ты можешь позволить себе немного сумасшествия. И это та волшебная ночь, когда ты сам можешь своими собственными руками сотворить в определённом конкретном своём доме немножечко чуда. Да ты каждую ночь можешь сотворить, Оль. Почему вот это вот границы вот такие вот только раз в году? Нет, не только. Полтора месяца надо бегать с выпученными глазами, готовиться к этой ночи. Да. Потом ещё месяц отходить от этой ночи. И что ты там натворишь, какое чудо. Что ж ты там такого делаешь, что ты потом месяц отходишь. Нет, понятно, что мы сами куём своё счастье. Но мне кажется, вы вот так вот смотрите на жизнь. Вот уже праздник, они чувствуются. Зажгите внутри какой-то огонёчек, позитивчик. Сами себе сделайте этот праздник. Я просто говорю, я не очень понимаю вот этих вот привязок к одному дню в году, к определённым салатам, к определённо, ну, условно оформленным определённым образом новогоднюю столу и прочее. Это каноны, которые ты можешь сама менять как угодно, понимаешь? Вот это совершенно вообще. Так вот сколько там, 70% без селёдки под шубой тоже могут менять. Видишь, мы её за яблоко в оливье обсмеяли, а ты хочешь, чтобы она ещё что-то меняла. Да, кстати, опять же. Не ешь грибфрута вместо мандаринов, Катя. Вот это слом шаблона. Я люблю мандарины. Ты ёлку купила, скажи мне, ты определила с ёлкой и с сердцем, тебе нужна ёлка сердца. Я нашла маленькую ёлочку, которая когда-то, когда была молодой, необузданной, спёрла из какой-то кафешки. Я просто посмотрела, если честно, оценит. Катя, да ты закапываешь себя глубже и глубже. То я с места ДТП уехала, то я ёлку украла. Давайте к следующим новостям. Уголовница просто. Нет у нас, подруги, это точно. Давайте следующие новости. В Манчегорске интересная инициатива. Я вот давненько такого не припомню. Значит, жителям Манчегорска предлагают выбрать название для улицы и двух проездов города. То есть, ну, прикольно, да, когда ты живёшь в городе, любишь его, и тебе дают действительно возможность какого-то выбора. Другое дело, что по три варианта названия каждому из этих топонимов, скажем так, да, предлагается... Наверняка что-то ягодное есть, модное в последнее время. Смотри, участок, который будет проходить параллельно улице геологов, предлагается назвать улица Тупиковая, Брусничная или Цветочная. Простите, я сейчас просто посмеюсь. Ну, понятно, какой кандидат сразу отсеивается, но вот условно Брусничная или Цветочная. Я говорю, что про ягоду будет. Да, значит, проезду предлагаются названия Лапланский, проезд Мира или Брусничный. Опять ягода. Да, причём тоже Брусничный. И ещё один проезд предлагают назвать Новый, Молодёжный или Черничный. Креативщики. Нет, подождите, я думаю, может быть, там вот эти ягоды как-то исторически связаны, может быть, когда-то... Собирали там? Да, может быть, ну, то есть... Там же есть Морошковая, правильно, в этом... Там же не от балды просто, а вот... В Мочегорске есть улица Морошковая? Мне казалось, что да. Я не знаю, но я, честно говоря, не знаю, какие там улицы. Я вот знаю геологов, да. Я знаю, что в том числе строящиеся, пытающиеся строиться микрорайоны, например, для молодых семей, выделенные в Мурманске, в Перамайском округе, там уже есть улица Брусничная. Брусничная, это точно. То есть это какая-то своего рода мода, мне кажется. Я не знаю, как в других городах. Да так и почему нет? Мы прошлись уже там по героям, по снаху, по снаху, по снаху, по снаху, по снаху. Мне кажется, это хорошее, нейтральное. Переименовывать не понадобится никогда. Ну, мне тоже нравится. Потому что Брусника вряд ли станет врагом народа когда-нибудь. Это да, это наша северная ягода. Северная ягода, позитив, витамины, вот это все. Ну, на самом деле, ты говоришь, вот новая мода. А Антонов о чем пел? Пройдусь по абрикосовой, сверну на верноградную. Ну, это про южную, про Сочи, по-моему, песня. А у нас вот пройдусь по морожковой, сверну на сыроежковую. Почему нет? Да почему нет? Проезд ягеля. Я бы как истинная девушка, которая, вот мне нравятся такие каноны, когда у тебя цвет губ подходит к цвету ногтей и к цвету машины. Я бы тогда уже и улицу, и проезд, вот все бы у меня было в одном. Брусничная, брусничная, все хорошо. Простите. Ничего, еще что-нибудь. Нет, но мне кажется, это вполне логично. А что, если мы вот так вот разведем, тогда у нас там есть адендрарий какой-то будет. А тут все понятно, брусничная, либо улица, либо проезд. Все вполне логично, все хорошо. Кажется, мы Димку сейчас сломали просто цвет губ, цвет ногтей, цвет улицы. Да. Цвет настроения синий. Нет, у меня все было красное. И было хорошо. Ну что ж, хорошо. Хорошо, что Ольга Кристина, все хорошо. Ну я не знаю, что тут комментировать. Мне в целом инициатива нравится. Мне тоже. Прикольно, да. Посмотрим, что выберут. Это же будет... Но если выберут тупиковую, то я разочаруюсь. Нет, не берут. Я разочаруюсь с жителями Мончегорска. Но по приколу, конечно, могут. Но мне кажется, когда задумаются, знаешь, такси вызывают там. Я живу на тупиковой, детка. Это тупиковая ветвь развития. Да, да, да. Я думаю, что все-таки будет брусничная. Но посмотрим. Когда будет? Есть уже какие-то сроки? По-моему, нет. По-моему, еще не обозначено. Голосование продлится до конца 2023 года. Поэтому, да, вполне возможно. Куча времени еще впереди. Еще неделя. Хох, друзья! Значит, уже скоро. А сейчас уже можно говорить. Да, в следующем году уже. Да. Недалеко. Ну да. Вот. Ну и что? Новость не самая радостная. Особенно для Екатерины, которая собирается у нас новогодние праздники провести в культурной северной столице в Петербурге. Так вот, для массовых мероприятий в Петербурге вводят масочный режим. При проведении массовых новогодних спортивных культурных мероприятий масочный режим вводится с 20 декабря. Постановление подписала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова. Понятно, что грипп, ОРВИ, ковид, все это растет. И тенденция на самом деле такая, настораживающая. Я сначала да. Потому что одно дело, ну, просто какая-то статистика, еще что-то. Но власти же понимают, что они сами себя закапывают. В Петербурге, куда ломятся туристы, где, ну, вообще все, вот это вот Новый год и так далее. Они вводят масочный режим, прям вот в самый разгар праздников, неспроста. Честно говоря, я эту новость увидела первой у наших коллег с Арктик ТВ. Собственно, сейчас, видимо, люди начали комментировать. Они немножко добавили дополнение к этой новости со ссылкой на известие, которое, в свою очередь, ссылается на Роспотребнадзор, что новые правила носят рекомендательный характер все-таки. Ага. Ну, и будут к тебе подходить проверяющие и рекомендовать. А есть ли у вас, ну, я думаю, что да, в любом случае, если вы собираетесь, как я, в Петербург, тем более, если вы собираетесь присутствовать на массовых мероприятиях, то на всякий случай хотя бы с собой носить маски, мало ли что. Мне кажется, это вполне логично, вполне объяснимо. Логично, конечно. С учетом, опять-таки, потока миграций, с учетом того, что это праздники, сейчас кто угодно и в диком количестве прилетит в Северную столицу, поэтому... Ну, и, кстати, про рекомендации, последние на сегодня. Геннадий Онищенко, тот самый наш любимый, бывший главный санитарный врач, вообще предложил на корпоративы новогодние, где тоже люди обнимаются, людей много, соответственно, риск заражения носить не только маски, но и скафандры. Ну, имеется в виду вот эти антиковидные скафандры, а не космические, но тем не менее. А что ты сегодня наденешь на корпоративе? Ну, а почему? Представляешь? Ну, слушайте, а хороший лайфхак можно сэкономить на прическе, на платье, на костюме, да? Вечеринка в медицинском... В медицинском тиле. Семасическое, да. Совершенно верно. Директоры. Друзья, будем на этом закругляться. Всем нашим слушателям спасибо за внимание и непременно обещаем, что встретимся завтра с вами. Алексею и Марину мы тоже говорим спасибо за то, что отлично сопровождал нас на протяжении этого эфира. Ну, и сегодня с вами были Оля Христинина. Большое спасибо, всем до свидания. И Екатерина Гладышевская. Берегите себя, друзья, и хорошего вам вечера. Ну, и меня зовут Дмитрий Рябов. До скорого, пока-пока.